В Германии построено первое в мире здание из углеродистого бетона. Армированный бетон – один из самых используемых строительных материалов. Но его производство является ресурсоемким и негативно влияет на окружающую среду. Альтернатива – углеродистый бетон. Завершающим этапом испытания этого экспериментального бетона стало строительство одноэтажного здания «Зе Куб» на территории Технического университета Дрездена. Какие преимущества это дает? Во-первых, конструкция из углеродного бетона в несколько раз прочнее и долговечнее железобетона. По данным исследователей, мост из бетона, армированный углеродными волокнами, может прослужить без ремонта до 80 лет, а из обычного железобетона – всего лишь 40-50. Во-вторых, при повышенной прочности цена из углеродистого бетона в несколько раз тоньше, и углеродное волокно не ржавеет. Соответственно, бетона нужно меньше. Бетонная промышленность может работать не так интенсивно. Это свойство дает возможность существенно сократить углеродные выбросы при производстве бетона, а также позволяет экономить воду и песок, что благоприятно скажется на экологии. Наконец, благодаря свойствам углеродистого бетона, архитекторы могут активно экспериментировать с формообразованием. У всех своих преимуществах индукционный материал будет стоить почти 20 раз дешевле углеродистого бетона. Но такое сравнение не совсем корректно, так как при использовании углеродных волокон экономия бетонной смеси можно стереть до 75%. Эту разницу важно учитывать при сопоставлении затрат на строительство. Что касается закуп, внутри находится учебный класс, лаборатория, зал для проведения семинаров и презентаций, также небольшая кухня. Общая площадь одноэтажного здания 220 квадратных метров. Углеродное волокно является проводящим, и если пропустить через него ток, можно генерировать тепло, объяснили авторы проекта. Продолжение следует...